Спросите у осени Дашка, привет! Даша, такая красивая Молодец Милая, когда ты ему уже признаешься? В десятом молчала, в одиннадцатом молчала Мы уже школу закончили, ты до сих пор молчишь Скажи ему Сегодня последний шанс Я вообще не уверена, что я ему нравлюсь Он неделю назад тебя домой проводил Скажешь тоже Он просто довел меня до дома, чтобы забрать мой конспект Вспомни восьмое марта Он, между прочим Тебя из всего класса выбрал, чтобы подарок подарить Ну-ка, приехали Здравствуйте, господин мэр Только вас и ждем Здравствуйте, Александр Александрович Проходите, пожалуйста Так Я пошел, а ты иди к папе Стой Мама, не надо мне душить Отец носит, и ты будешь носить, это классика Ну, отцу подолжисти положено мне, туда в коньяк чему Ребят на дачу всех пригласил? Всех Хорошо Ай, милочку подольскую Пригласил, пригласил Я не думаю, что это Илья выбирал подарок Скорее всего, его мама Девчонки! Илюша! Вау! Выглядит она все стук Хотя нет, Дашка, ты выглядишь на миллион А я? А ты, Булина, прекрасно, как эти цветы Спасибо А ты, Илья, умеешь делать комплименты И это я еще не начинал Скорее поймите, что к тебе, Наталья! Да и вообще, я уже не уверена, что люблю его Дорогие ребята Дорогие родители наших выпускников Сейчас перед нами выступит наша лучшая ученица Гордость школы Людмила Подольская Она споет нам песню своего собственного сочинения Песню о любимой школе Ребята, давайте поддержим Милочку Подольскую Давай, давайте Я сейчас Извините Я тебе сказал мне сегодня не звонить И уже ты меня не понимаешь Я сегодня должна расстаться С тем, кто даже не знает об этом С кем была я, связаны годы И развязаны этим летом Как нас вяжут общее тело И друзья, и улицы даже И, быть может, лет через десять Мое имя вам что скажет Здорово, Акстер, тише А ты еще здесь, а не в зале Слушать не хочу, тише Я сегодня скажу до свидания И дороги, где были вместе И дождям, что над нашим городом И себе, и твоей невесте Я сегодня должна расстаться Я сегодня должна расстаться А ароматом последней ночи Попрошу до утра расстаться Я люблю тебя, слышишь, очень На сегодня должна расстаться Добрый вечер Красавица, позвонить не найдется? Левушка, выходите за меня замуж Нет, подожди, сначала я Телефончик есть? Да, конечно, сейчас Давай, 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 телефончик Давай, сейчас Эй, ты как красавица Пацаны, еще девчонки пристали Андрей Отвали Ого, ты что? А против ножичка как? Тихо, 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 не дари Помоги лучше себе Ага, тихо, тихо, тихо Козел Артем, ты готов? Я никуда не пойду Как это не пойдешь? А поздравить брата с окончанием школы? Нет, я, конечно, очень рад, что он наконец-то ее окончил И искренне надеюсь, что он покинет этот дом теперь И отправится куда подальше Темно, пожалуйста, пойдем Родители расстроятся, что тебя нет Родители даже не заметят, что меня нет Или я их любимчик А во-вторых Для соблюдения семейного этикета Вполне присутствия моей жены достаточно Тем более, когда она такая красавица И умница У тебя кровь Ничего страшного, пустяки Нужно обработать рану А ерунда Тебе больно? Да не волнуйся, я в порядке Ты-то как? Испугалась немного Слушай, я видел тебя пару раз у школы Ты была какая-то грустная Экзамены плохо сдала? Да нет, у меня все на отлично Ну, значит, ты влюбилась А ну, посмотри на меня Ну, точно, влюбилась Это из-за него ты такая кислая? Нет Он того не стоит А кто он? Да Ты, наверное, его даже и не помнишь Это Илья Это Рассказов, что ли? У которого папа теперь мэр Так Вот он наш легендарный автобус На нем мы и поели Все в автобус! Я в автобусе не поеду Нас даже Илья повезет На чем же это он вас повезет? А вот видите, Валерий Ильич нам свою машину дал Рассказов! Рассказов! Подойдите ко мне! Да, Маргарита Сергеевна А разве ты совсем не видишь? Я поеду на машине, буду показывать дорогу, автобусу А Булина и Корнеева со мной Ну, если Валерий Ильич не против Папа в курсе Кстати, а где Подольская? Что ты ее не видишь? А подольская? Где же ей быть? Она уже давно-давно в автобусе Все, Маргарита Сергеевна, все будет хорошо Да, мы, да, мы идем со мной Так, Булина, вперед! Спасибо, Илюш Так, моя греческая богиня Ну, поехали! Помнишь, как я здесь чуть не утонула? Сколько мне было тогда? Шесть? Семь Ты в том году в школу пошла? Точно Ты мне подарил букет Астры на первое сентября Если бы ты тогда здесь не появился, я бы... Да ладно тебе Кругом полно было людей Людей полно, а спас-то Вы сегодня классом отмечать будете? Официальная часть, наверное, уже закончилась Да, там все уже, наверное, уехали Как? Кажется, я испортил тебе выпускной? Да ты скорее его спас Да еще и меня в придачу А где ваши празднуют? Эм, одноклассники на даче у Льи А родители в ресторане Так тебя, наверное, ждут на даче? Да, я думаю, они даже не заметили у него отсутствие Валентина Петровна, все в порядке? Все на высшем уровне, спасибо, Ириша Я думаю, что горячее уже можно не съесть Уже распорядили? Иди, пожалуйста, водички А то наши мужчины быстро зайдут на дистанцию Секундочку, все будет Алло? Сына Ну, как, Илюшенька, как вы там? Доехали? Все нормально? Добрались? Прекрасно! А ты? У нас все, все отлично Я тебя не слышу! У нас играет музыка! Илюша! Моя богиня! Кто-то мне обещал жаркий приватный танец в купальнике Ах ты! Идем отжигать! Пулина, пошли с нами! Друзья! Мы закончили этот раз! Я Илюше звонила Они уже на даче, все нормально, веселятся Хорошо, все, собачка Я вспомнила свой выпуск, но это, конечно, ой Я же из маленького села И там это одна школа На все село И там это столовая, выпускной Вместо магнитофона, пьяный карбонист Все пьяные, есть что вспомнить, нечего детям рассказать Слушайте, а давайте за наших детей За то, что у них возможности больше У нас огромные возможности Да, да, а давайте на бродершафт А то, знаете, мы уже почти родственники Ну, почти родственники, это я, так? Слишком Так хорошо Ты куда поступать собираешься? У меня все в порядке Недавно вышла замуж В смысле? Да мы расстались с ней полгода назад А почему? Ну, потому что я понял Что люблю не ее Ты с ума сошел Да Я сошел С ума, ну-ка Больно Я как будто сам еще раз Школу закончил Ну что ты, Валя И школой, и ее И все 11 лет занималась я Ты ведь даже на родительское собрание Ни разу не приходил Ну, на тот и родительский комитет Послушайте Ну Ну и что, что наши дети Закончили школу? Мы все равно должны продолжать общаться Конечно, будем продолжать У нас с Николаем столько Общих забот В городе Кстати Как там снова школа и спонсоров? На какой стадии строительства? Скоро приступим к отделке И когда думаешь сдать объект? К первому сентября, я думаю, успеем Ну, а если будут проблемы, звони Не стесняйся, мы поможем Знаешь, Валер Ты меня извини, но сейчас вот честно Я сначала думал, что ты Очень плохой мэр Оль Спокойно Это было сначала Я даже собирался баллотироваться на твое место А теперь, я смотрю, нормальный мужик Да, и деловой, и отдыхать, между прочим, умеешь На мое место метишь? Это хорошо, что ты мне это сейчас сказал Прямо откровенно Молодец Хвалю Я когда наверх пойду Тебя на свое место поставлю Мужчины 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 Да, а тут ты о чем? Валер, а кого ты больше хочешь? Внука или внучка? Тш-ш-ш Да ну тебя, я к такому повороту Еще не готов Вы опять о детях, что ли? Так, родительский комитет Все, вечер закончен Пора домой Сестричка Ты спишь? Боже, а что с лицом у тебя? Извини, что разбудилась Ты где был? Я был у Подольских Ночью? Николай Петровичу спать мешал разговорами Так он тебе по лицу съездил, что ли? Нет, его не было дома Елена Ивановна Это тоже не она Я был с Милочкой Ты что, с ума сошел? Знаешь, я ее уже давно люблю А теперь, мне кажется, и она в меня влюблена И знаешь что? Кажется, я счастлив А что же ты дальше будешь делать? Так, ладно, все Прости, что тебя разбудил Все, ложи спать Я пойду собирать вещи А то я уже опастываю Лоб пластырем заклей Хорошо Ой, е-мое Ушла гулять Целую, Мила По-моему, наша дочь Давно проснулась Насколько уже не приехали Наша дочка счастлива Поэтому ей не спится Почему она счастлива? Она влюбилась И очень удачно И кто этот счастливчик? Илюша Какой Илюша? Илья Рассказов Да ладно Круто, да? Да, витаминку Илюша, вставай Илюша Что? Ой, вставай, сыночек На, выпей, легче будет Ну, пей, пей Спасибо Я надеюсь Ты этой ночью С Милочкой Подольской Не переспал? Чего? С Милочкой Подольской Мам, что за вопросы? Мадам, вы не деликатны? Тогда или нет? Мам, какая Подольская? Ее вообще на даче не было Короче, я ее не видел Подожди Как это не было? А где же она была? Ну, а я откуда знаю? Я, и что, нянька, что ли? Я тебе Настоятельно рекомендую Обратить на эту девочку внимание Тем более Она в тебя влюблена И что? А то, что Милочка Подольская Хорошая для тебя партия Мама Вот это твои шутки Не смешанные Все, дай мне поспать Спасибо Куча вкусной еды Выпивки Крутая музыка Ну, короче, все по общему разряду Только Все равно все в итоге напились А кто не напился Танцевали до упадок Ну, а с кем же нас танцевала? Ты? Мила Ты же прекрасно знаешь наших джентльменов С начала вечера Первая половина уже на ногах не стояла А вторую половину интересовали только буйницами Ты мне лучше скажи, куда ты подевалась? Чего на дачу не поехала? А я Была с любимым человеком И кто это? Андрей Рощин А, это твоя первая любовь? Да, я помню, ты рассказывала Да какая первая любовь? Шесть лет Просто Он казался мне тогда таким взрослым Он уже в четвертый класс ходил Какой он сейчас? Лизка Он Он такой замечательный Когда познакомишь? Ну, пока он в Зеленогорске, но Ты же будешь свидетельницей на нашей свадьбе? Как на свадьбе? Вы же собрались пожениться? Да Я уже все решила Круто Так, нужно срочно идти и выбирать тебе классик Пойдем? Пойдем Привет Мм, ты сегодня рано Да, сбежала пораньше А ты чем занимаешься? Да, покер режешь Покер? И как успехи? Ну, слушай, я уже давно играю Почти всегда выигрываю У меня уже миллион в электронных деньгах В электронных деньгах? И как их можно потратить? Ну, их в самой игре можно потратить Это не серьезно Если уж играть на деньги, то они должны приносить хоть какую-то прибыль Кстати, у меня есть один знакомый, который живет на деньги Заработанные именно игрой в покер Для этого нужны настоящие игроки А в нашем захолустье таких не найдешь А вот это ты зря Могу тебя познакомить Коиске Какая ты красивая, Милка Иди сюда Господин, наконец? Туридам, 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 туридам Ну, как тебе? Это, случайно, не дочка Подольского? Я ее фотку в газете видела Точно, она недавно с мамашей за выпускным платьем приходила У нас на следующей неделе новая коллекция Если вы не торопитесь А когда у вас знаменательное событие? Скоро Ну, и потом, представляешь, все производство на стороне Все нормально? Все нормально, спасибо Ну, что скажешь, Сережа, успеваем? Все в порядке Я лично слежу за графиком Я знал, что ты обеспечишь и сроки, и контроль Как дома? Все хорошо? Нормально Здоровье как? Андрюша приезжал, померил мне давление Все в норме Я его недавно видел, он так возмужал Я его даже не сразу узнал Да, вырос сын Скоро свой врач в семье будет Есть чем гордиться Да я и горжусь им Как настроение у коллектива? Нормально Приветствую Кофе тут хороший? Дима плохого не варит Дима? Меня Илья зовут Игорь Я слышал, здесь не только в бильярд играют? Бывает А что, хочешь попробовать? Ну, так затем приехал Молодой, талантливый Да Я понял, ладно, жди здесь Дим, привет Привет А, к себе? Да Да Хорошо, правда? Очень красивая, видите? А у нее она очень хорошая Юная совсем, да Очень молодая, но ничего Дорогие дамы Я вижу у вас прекрасное настроение Может и меня порадуете? Мы хотим поздравить вас Со скорой свадьбой вашей дочки Какой свадьбой? Она только школу закончила? Откуда вообще такая информация Что она замужем будет? Ну, сплетничают Вот Всякие Именно Что сплетничают Чего доброго Николай Петрович Ну, так я же не придумала Ну, вот же А он неплох Выигрывает третий раз подряд Паренек при деньгах, видать Заметила, какие часы? Да, заметила Из-за мажора Папеньки, сынок Интересно Он совершеннолетний? А тебе зачем? За тебя беспокоюсь Если кто-то стукнет, что к нам ходят несовершеннолетние Могут быть проблемы Не знаю, совершеннолетний он или нет Но играет виртуозно Дочь, сегодня мои сотрудники тебя замуж выдавали Помолкой поздравляю Нет, ну вот люди Лишь бы сплетничать И не говори А я, может, и правда замуж собралась? Ёжик, ну, давай не торопиться Давай сначала Закончим институт Можешь скажешь, за кого? За Андрея За какого еще Андрея? За Андрея Рощину Ди, ты серьезно сейчас говоришь? Он же старше Он старше меня на пять лет У вас с папой, между прочим, такая же разница Когда я женился на твоей маме, она уже выучилась и работала Да и я уже уверенно стояла на ногах Так, немедленно признавайся, что у тебя с ним Как далеко это зашло и чем-то вообще думала Лена Да, мама, зашло И очень далеко Я люблю Андрея по-настоящему Ну, что ты знаешь о любви? Ты только школу закончила Ты дура, дура еще Не стоило на нее так кричать Господа Объявляю завершающий тур Игра будет на деньги Победитель Выиграет поцелуй Прекрасной дамы Убираем? Пас Предлагаю сделку Ты забираешь все деньги А я выигрываю партию Не вскрывая карты Этот поцелуй бесценный Убираем лес kilometр Вот, чьё, твою любимую. Спасибо, я не хочу. Давай договоримся, когда она успокоится, мы ещё раз с ней всё обсудим, только спокойно, без крика. Я уверен, что всё это пока только увлечение. Если они встречались тайно. Андрей точно никогда бы так не поступил, я его знаю. А Милочка целый год у нас была на глазах, мы бы заметили. Она абсолютно не умеет врать. Ну да, ты прав, обман-то я увидела. Всё, давай, давай ложиться, завтра на работу. Я завтра с утра Андрею позвоню и всё конкретно узнаю. Он парень прямой, он ничего скрывать не будет. Тебе сегодня и правда везёт. Мила? Мила? Мила! Что? Что такое? Милы нет. Как нет? Мила! 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 Где ты был? Мама, ты что творишь вообще? Так инфаркт можно заработать. Что ты здесь делаешь? Ты не ответил мне на вопрос, где ты был. Где я был? С друзьями я гулял. Что, нельзя? Вообще, хватит меня контролировать. Я уже не маленький. Илюша, пока мы с тобой живём в одном доме, будь добр, сделай так, чтобы я не волновалась. Почему ты мне не позвонила? У меня телефон сел. Что-то ещё, мама? Нужно позвонить твоим родителям и сказать, что ты у меня. Я не хочу с ними разговаривать, я поссорилась с ними. Я уверен, они сейчас себе там места не находят. Мила, ну это жестоко. Я не хочу, чтобы твои родители волновались. Я боюсь им звонить сама. И не надо. Я позвоню. Только что звонил Андрей, Мила у него. Где? В Зеленогорске? Ну, совсем стыд потерял. Лена, я тебя прошу, сейчас не до этого. Я пошёл переоденусь, её нужно забрать. Подожди, я тоже, я еду с тобой. Нет, 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 ты никуда не едешь. Во-первых, уже поздно, во-вторых, короче, ты никуда не едешь. Я еду, еду, это моя дочь тоже. Да, это дочь твоя, но разговаривать с ней лучше мне. Ты с ней всегда была слишком мягкая, ты во всём ей потокала. И что в результате, твоя дочь проводит ночь со взрослым мужиком? Андрей ей ничего не сделает, я уверен. Может быть, уже и сделал. Лена, наша дочь не ребёнок. Я еду с тобой, это не обсуждается. Ладно, иди одевайся, только быстро. Иди ты тоже одевайся. Правильно, я тоже, иди одевайся. Не-не-не, Лена, ты сидишь в машине, никуда не выходишь. Нет, это мужской разговор. Сиди, жди. Хорошо. Здравствуйте, Николай Петрович. Где Мила? Сейчас спит. Я её забираю. Пожалуйста, не будите её сейчас. Николай Петрович, я вас понимаю, я хочу сразу же попросить у вас прощения. Действительно, всё произошло так быстро, но всё дело в том, что я люблю Милочку. Я отношусь к ней очень серьёзно. Это я уже понял. Допустим. Что ты дальше делать собираешься? Смотрите, у меня остался год интернатуры, дальше я смогу работать по специальности. Я сразу же возьму ипотеку, куплю квартиру и попрошу руки вашей дочери. Здорово всё распланировал. А как же с её учёбой? Молодой человек. Здравствуйте, вы Татьяна Борисова? Да. Это вам. Вы уверены? Уверен. Ну, мне кажется, вы ошиблись адресом. Здесь ошибки быть не может. Этот букет вам. Ну, пока можешь заезжать к нам в гости, когда захочешь. Спасибо. У тебя же будут выходные? Я буду у вас каждую неделю. Ну, ладно. Буди Милу, объясни ей всё. И скажи, что мы с мамой ждём её внизу в машине. Хорошо. До свидания. Где Милочка? Сейчас выйдет. Ты ему всё сказал? Да. Хорошо. Нет, нет, я никуда не поеду. Я останусь здесь с тобой. Милочка. Нам всего-то нужно подождать с тобой один год. За этот год я заработаю денег. Смогу взять кредит на квартиру. Попрошу твои руки. Семь годов это слишком много. Хочу быть с тобой. Слушай, они любят друг друга. И что? Нужно что, немедленно жениться? Нет, со свадьбой мы договорились, они подождут. Андрею нужно доучиться. Договорились, обалдеть. Подожди, Лен, подожди. Успокойся, стой. Послушай меня. Я рад, что Мила выбрала именно Андрея. Да, именно его, а не какого-нибудь разгильдяя, который бы сломал ей всю жизнь. Коля, это недопустимо. Ты понимаешь, что Андрей, он старше. Ты опять за своё? Если бы ему было 80, я бы тебя поддержал. Но ему 23, нашей дочери 18. Вспомни себя в её возрасте. Она влюбилась. С этим уже ничего не поделаешь. Прими как факт. Прекрати на меня орать. Неужели ты думаешь, что в 18 лет можно влюбиться по-настоящему? Я считаю, что если их отношения выдержат расстояние и время, значит, это по-настоящему. Но, Милочки, нужно всё-таки получить высшее образование. Абсолютно с тобой согласен. Да? Правда. Доченька, с тобой всё в порядке? Да, мам. Со мной всё в порядке. Садитесь в машину. Садитесь в машину. Поехали домой. Поехали. Ты знаешь, что в Бразилии мэром Сан-Паула был носорог. Кто? Носорог. Ой. Жители за него проголосовали. Он набрал 100 тысяч голосов. Как это? Почему? Потому что они не хотели никого из кандидатов. Они считали, что лучше выбрать носорога, чем осла. И что, носорог стал мэром? Нет. К сожалению, выборы признали недействительными. Жаль. Стой. Уже можно открыть глаза? Сейчас. Я открою. Ух ты. Я хочу тебе кое-что показать. Ох. Лиза, я не знаю, что делать. В чем проблема? Да родители на меня так давят. Папа еще ничего, но вот мама. Что, не будет свадьбы? Да нет, но со свадьбы придется подождать еще год. Да и похоже, я еще собираюсь поступать на педагогический. А ты куда хотела? Я хотела попробовать поступить в Зеленогорское музыкальное училище. Но я боюсь, их от этой новости сердечный приступ хватит. Да, тебе их лучше сейчас не злить. Илюш, сынок, ты как за минуту готовишься? Угу. Вот я с кем сейчас говорю. Илья. Что, папа? Чем ты так увлеченно занят? А, я зашел с телефона на сайт университета, билеты читаю. А что вы? Неплохой телефон я тебе из Англии привез. Огонь, бомба. Я в городе такого больше ни у кого не видел. Ну, а поступишь в институт, машину куплю. Смотри, потом от своих слов не откажись. А когда я от своих слов отказывался? Так главное, меня перед людьми не опозорь. Угу. Я с деканом твоего факультета на рыбалку вместе ходил. Да, и с ректором мы тоже знакомы. Мила, ты сегодня очень занята? А что? Хочу тебя попросить помочь в одном очень важном деле. Это в каком еще? Ну, пока это секрет. Подадим документы, все расскажу. Ладно. А на педагогический сюда документы подавать? Сюда. А на менеджмент? На другой стороне. Спасибо. Пожалуйста, заполняйте анфету. Прошу. Это и есть твое гиперважное дело, да? Ну, почти. Добрый день. Здрасте. Чем могу вам помочь? Мне нужны серьги для самой удивительной девушки на планете. Серьги у нас здесь. Так, будьте любезны, покажите, пожалуйста, вот эти. Нравится? Ты бы носила такие? Нет. Я бы выбрала вот эти. А эти, значит, нравятся? Угу. Мы берем. Будете тебе оплачивать карточки? Нет. Наличными. Только наличными. Проходите. Угу. Вот лиарх, хотите подобрать? Конечно. Отличный выбор. Спасибо. Слушай, ты и так мило покраснела. Ну, ты что, правда подумала, что это тебе? Да нет. Я подарки принимаю только те, кто на них сам заработал. Вот так я сам? Я сам заработал? Да? Да. Я даже боюсь подумать, как. Слушай, я сказал матери, что мы сегодня идем с тобой в кино. Ну, зачем ты ей наврал? Мы же никуда не идем. Ну, потому что у меня очень важные дела в Зеленогорске. А я здесь при чем? Ну, ты прикроешь меня, как всегда, подольской. Ну, они совсем озверели, они заставляют меня готовиться к поступлению, почти никуда не отпускают. Так тебе и надо, правильно заставляют. Ты жестокая, да? Какая есть. Ну, подожди. Если я скажу маме, что я иду с тобой в кино, она меня отпустит. С тобой она меня отпустит куда угодно, она даже проверять не будет. Я тебя прошу, подольская, я тебя умоляю. Ну, хочешь, я на колене встану? Вот, я вот в их ногу. Илья, а что за цирк? Поднимись немедленно. Я не встану с колен, пока эта девушка не скажет «да» на мой вопрос. Да, 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 все. Я согласна. Ловлю тебя на слове. Только знаешь, Лень, у меня тоже дела. Мне пора. Давай. Смотри! Мир! Куда-то туда, куда летят поезда, Куда-то туда, Куда уходят года, Куда-то туда, Куда спешат иногда, Куда-то туда, Туда. В общем, пока только припев. А остальное я как-нибудь потом придумаю. Ты очень талантлива. И будет хорошая песня. Ну, это так. Домашняя самодеятельность. Кто-то так сказал. Моя мама так говорит. Чепуху говорит твоя мама. Извини. Ира, привет. Ты случайно не знаешь, куда отец ключей от машины спрятал? Привет, случайно знаю. Ну, просто машина стоит, ключей нет? Он их забрал с собой. Зачем? Его сегодня водитель на работу повяз. Он их специально забрал, чтоб ты его машину не трогал. А куда это ты собрался, такой красивый? Да, у меня просто сегодня важны дела в городе. Ну, так возьми мою. А ты сегодня никуда не собираешься? Ну, думала по делам ресторана в Зеленогорск съездить. Но могу перенести на завтра. Если что, Артем отвезет. Держи. Только, пожалуйста, не вляпайся в какую-нибудь историю. Будь осторожен. Ты даже не понимаешь, что ты для меня сейчас сделаешь. Чего же, понимаю. Очень хорошо понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...